Добрый день, друзья! Сегодня будет интересно. На нашем канале мы с вами постоянно обсуждаем проблемы современной России. И то, несомненно, что кто-то должен за них ответить, и чем раньше, тем лучше. И за законы от пенсионной реформы до развала медицины, и за их реализацию, когда вся страна уже в разрухе. И, конечно же, за коррупцию. Ибо чаще, чем из-за тупости, ошибки власть делает именно из-за взяток. Сегодня по этому поводу очень интересные данные. Серьезный телеграм-канал Низыгарь опубликовал информацию от своего источника в силовых структурах. Я цитирую. По собранным силовиками оперативным материалам, 17 губернаторов сегодня надо посадить, а остальным будет сигнал. Желательно сажать больших чиновников каждый день по одному губернатору. Президент в курсе, почему тянет, мы не понимаем. Ох, когда я утром это прочел, я сразу проснулся. Блин, есть же люди, готовые дело сделать. Люди в силовых структурах, не самых низких рангов, хотят и готовы сажать этих ворюк и запугивать этим остальных, взять дело под контроль. И вдруг президент тянет. Почему-то Путин тянет. Я еще раз подчеркиваю, патриоты во власти есть, и это очень важно понимать. Однако, как правило, если силовикам приходится брать власть в любой стране, кончается это плохо, потому что управление страной на ловле воров только начинается, далеко не заканчивается. Дальше в телеграме пошла, что называется, жара. Так Дмитрий Колизев написал. Меня, если честно, удивила эта цифра, 17 губернаторов. Я-то думал, что посадить можно всех 85 глав регионов. Я думаю, друзья, многие из нас с этим согласятся. И в самом деле, дальше пошло уточнение от другого источника. 17 губернаторов силовики готовы посадить за взятки, как говорится еще вчера. А всех других глав субъектов в России по статье за превышение полномочий можем посадить сегодня абсолютно всех. Это уже другой источник. В том числе называют конкретные фамилии. Морозов из Ульяновска, Радаев из Саратова, Решетников из Перми, Волков из Мордовии, Азаров из Самары. Интересно, они начали уже паковать вещи или как? А видимо никак, ведь Путин-то медлит. И этот вопрос политологи также детально проанализировали. По их словам, и мне кажется это достоверным, напишите как вам. Путин обеспечивает нормальные региональные выборы в следующем и в этом году. То есть 2019-2020 годы. То есть если вдруг сейчас начать посадки, то мало того, что остальные губернаторы работать перестанут от страха, потому что они не знают как работать без взяток, так еще и люди выберут новых губернаторов совсем не тех, что надо. С другой стороны, если это жулье не трогать, то люди, народ продолжат разочаровываться во власти. И это шатает уже не губернаторские кресла, а сам Кремль. Ну вы сами подумайте. Ради выборов еще два года до конца 2020-го держать у власти этот сброд, когда уже силовики знают, где, как, в чем они проворовались? Конечно вы мне сейчас напишите, что Путин с ними заодно, он ворюга и все остальное. Но в этой ситуации, подумайте, ему как раз выгоднее всего именно сдать, условно говоря, подельников и набрать политических очков. Себя-то он замечательно сохранит таким образом. Я уверен, что его рейтинг пошел бы вверх как по волшебству. 17 арестованных чиновников высшего эшелона. Это для очень многих затмит даже пенсионную реформу. Сами подумайте, наши люди очень хотят видеть варьё за решеткой. И опять подход. Путин хороший, это губернаторы плохие. Вполне себе возродится Акип Феникс. Ему как раз выгоднее вариант разменять их на свое положение. Но он медлит, он так не поступает. Почему? Вот слова Путина 2016 года в выступлении целый кусок про борьбу с коррупцией. И ещё. У нас, к сожалению, стала практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это. И сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества. Уважаемые коллеги, очевидно, что внешние ограничения, удорожание внутренних заимствований... Получается, если кого-то подозревают и обвиняют в коррупции, все должны заткнуться и молчать в тряпочку. Это почему? Это вдруг с чего? Чтобы вдруг кому-то политическую карьеру не испортить? А не один ли из принципов гражданского общества, когда люди участвуют в принятии решений и имеют доступ к информации? И к людям должны прислушиваться? А не вот это вот всё? Как говорят, серьёзное торможение произошло ещё со времени обысков у таможенника Бельянинова в 2016 году, как раз перед этим выступлением. Тогда чиновникам администрации президента, по слухам, удалось убедить президента, что чистки высшего эшелона элиты якобы расшатывают стабильность в этих самых элитах. Фактически, на аресты и уголовные дела в отношении губернаторов сегодня существует запрет Кремля. Я повторю, это не моё мнение. Это мнение политологов и экспертов канала Незыгарь. Но я когда читаю, у меня крышу сносит. Получается, именно то, чего мы все так ждём. Ну блин, это закон. Вор должен сидеть. У нас на это запрет Кремля. Что? Какого лешего? Многие губернаторы, конечно же, это поняли. И как показывают оперативные данные силовиков, активно продолжают участвовать в коррупционных и мошеннических сделках. Они успокоились и начали воровать по-новому с ещё большим азартом. Источник Незыгаря продолжает. Они видят всё, чувствуют безнаказанность первых лиц в регионах, наглеют. Никакими просьбами президента эту проблему не решить. Это можно сделать только предельно жёсткой чисткой чиновников. То есть, на самом деле, здесь мы слышим такую завуалированную предъяву президенту. То есть, силовики понимают, что то, что происходит, никуда не годится. Им старые методы не работают. Ну и напоследок, несколько более конкретных ситуаций. Сотрудники ФСБ продолжают активную борьбу по борьбе с коррупционерами по Дагестану. У нас, кстати, почему-то не принято говорить о проблемах других регионов. Так что вы, друзья мои, возможно, даже и не знаете, что происходит в стране, как, собственно, и я. А в Дагестане, в самом деле, уже полгода активно сажают варю. И больше всего информации для органов, для посадок, предоставляют как раз те, кто больше всего пострадал от этой коррупции. Бизнесмены, элиты и так далее. Те, с кого собирали эти пресловутые чемоданы с деньгами. А вот по соседним регионам Галяк, по Чечне антикоррупционные разработки не ведутся. По Ингушетии запрет на разработку коррупции высших руководителей республики. Аналогичная ситуация Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Активизируются зачистки коррупционеров в Ставропольском крае, но без угроз для губернатора, которого также дано указание не трогать. Да сажайте их всех, чего ждать? Это единственный выход для власти – стабилизироваться. Это вы приближаете беспощадный и бессмысленный русский бунт именно такими шагами. Где настоящая борьба с коррупцией? Только в Дагестане у нас варьё собралось. Почему там сажаете, а везде, во всей остальной огромной нашей стране? Они у власти, у кормушки. Пора исполнять даже наш, пусть хилый, но закон. Коррупционер должен сидеть. А на этом у меня всё, друзья. Высказывайтесь, комментируйте, подписывайтесь, делайте репосты. Пусть люди знают правду. Ну сколько можно? Как обычно, новое видео выйдет уже завтра. И тема будет интересной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok